Добрый день, дорогие! Добрый день, дорогие друзья! Андрей Александрович! Начинаем нашу трансляцию из Палеонтологического музея. Посмотрим с вами на динозавриков. Вот классика жанра начала нашей экскурсии. Как видимость, как слышимость. Я постараюсь медленно водить, потому что любое изменение горизонта, качество теряется в трансляции, да? Лилия, подойди к нам сюда. Давай поздороваемся с нашей... Сегодня у нас такая большая московская группа пришла. И здравствуйте! Ну что ж, дорогие, пойдем посмотрим на динозавриков. Это символизирует слои, культурные слои. Разные периоды. Пойдемте. Поднимаемся сюда. Здесь у нас мамонты. Пойдем, Лилия, пойдемте. Пойдемте. Один, два, три, как слышимость. Хорошо слышим. Дорогие, раньше все мы были инфузорьями, туфельками. Ну, наши предки, наш биоматериал, из которого потом создали создатели аватар, которые мы имеем. Вот такая всякая жизнь. Океаническая. Так что человек состоит из определенного процента водички. То есть мы в стилище, помещаем океанчик. Сейчас посмотрим на нашу чебурашку. Мечехвостик. На чебурашку похоже. Такие вы были прекрасные когда-то. В своих прошлых воплощениях. Ну, настоящая казка была на голове. Так, дорогие, идем дальше. Первый зал и быстро проходишь. Они такие интересные. Ну, вот, что-то новенькое тут выставили в прошлый раз не было. Угу. Мамонтенок, наверное, какой-то. Вот, Брянская область. Вот такой небольшой мамонт. Вот, Брянская область, видите? Была карьера где-то, видимо. И нашли его. Небольшой, да? Смотрите, вот такой прям. Как бычок, теленочек. Вот, если бы ничего не изменилось, все было бы интереснее. Вот такие мамонты. Смешные и маленькие. А мы думаем, мамонты, фигантские. Оказывается, она такая мелочок обидела. Угу. Так, дорогие, идем дальше. Здесь уже у нас... Все замучились по всяким бессмыфлям. Первский период. Всякие. Эры. Потому что они писали большую цену. Где у нас... Рыбки. Рыбки. Два якодышащие рыбки. Такие рыбки есть. В Южном Казахстане, когда я жил. Это озеро-озеро. Они переползали. Вот у них плавнички внизу есть такие. Такой переходный период от рыбы к рекопритающим. Вот они переползали из озера в озеро. Назовали дмей голова. Ну, вот такие уже у нас приплюснутые полукрокодильщики. Ну, а в Южном Казахстане мы встречали в степях различные кости, гамни, окаменелости. Мы же не соображали что-то. Яйца, динозавров. Черепа, кости, динозавров. Вот видите, какие они были прекрасные. Из-за гравитационных давлений. Такого видишь и не испугаешься еще. Саблезубые. Вот компактная штучка такая. Бегайте по двору, охраняй. Всех отгоняет. Как вам? Видно все, дорогие? Не слишком быстро картинку убираю. Все успевайте. Успевайте рассмотреть? Потом гравитация начала меняться. Цивилизация развивается. Они уже такие стали более компактные. А повыше. Черепа более организованные. Запомнить несложно. Скутозавр. Асовоскутеры. Ну и не катались на них. Да. Как Бог черепаху их разделал. Мавитация. Наша Земля. Претерпевала различные изменения, режимы, напряжения. Начинаем постепенно приближаться. Вот выбрали бы инопланетяне яхеров. И все. И стали бы мы рептилоидами. Хотя некоторые у нас там продуманные сплетники говорят, что это Андрей Александрович ходит тут среди костей. Костя моет. Он растет. Сам какой-то рептилоид. Ну ничего. Мы согласны. Пусть будут рептилоиды. Ну цивилизация пошла по другому пути. Поймали и зазомбировали обезьянку. А рептилоиды у нас. Параллельно ветвь тупиковые остановились. Смотрите. Какие прекрасные косточки. Рексики. Видно вам? Итак, дорогие. В рамках нашей программы вот такой посредительской еще идет процесс исцеления. Мы же кости моем. А для чего мы перемываем кости? Для того, чтобы нейтрализовать деструктивную программу прошлого. Прошлое же прошло. А иногда хочется с чистого листа начать движение. Вот это и есть с чистого листа движение. основа, фундамент. Посмотреть. Послушай пространство. Почему-то наша душа в этот момент учится. Что-то понимает, вспоминает. Вспомнить все. Сделали небольшую перестановочку. Часть новых. Динозавриков маленьких. Коком поставили. Вот. Это у нас рексик. Так вот, когда мы кости перемываем, когда мы гуляем здесь по этим залам, освобождаемся от условностей, ограничений. А сплетен, деструктивной программы. Самую суть нас опускает наше восприятие. Суть вещей. То есть сеанс исцеления продолжается. Мы с вами идем, смотрим на динозавриков. Самый такой насыщенный, интересный зал. Вот. Дальше. Смотрите, уже прям к птичкам ближе. Подконосый динозавр. Ну, вот он, подконосый динозавр, да? Смотрите, как у утки клювчик такой. Он еще похож на башмак голова. Ну, там внизу посмотрим. А как же динозавр у нас? Вылуплялись из яиц. Что было первое? Курица или яйцо? Или динозавр? А? Или крокодил? Ну, вот так вот инопланетяне принесли путаницу. Вот такие вот, смотрите, птички раньше были. Новейшие истории еще. Дрон, там, смотрим, в 1861-1861 году, то есть в 17 веке еще были такие вот крупные птички, которые там 3 метра, 5 метров от скачей. Моа, назывались. Летающие птицы в Новой Зеландии. Вот. Так что, Люся, у тебя там такие вот птички раньше были в Новой Зеландии. Спасибо. Вот. Так что идите в прерии, копайте. А может, где-то они еще там бегают. Вот так. Замечательные птички такие. Это наш дружок. Всегда нас веселит, улыбается. Видите, всегда улыбается. Вот, берите пример. Даже если кости одни остались на тебе, улыбайся. Улыбайся и маши. Хорошо, дорогие. Идем ниже. Все. Вот маленькие динозавры бегут. А на. Вот такие маленькие динозавры бегают. Прекрасный дворик. Ну, что здесь из реликтового настоящего? Вот это вот, видите, лопушки такие. Это Владивосток. Из Владивостока вот такие вот лопушки там растут. Попородники такие. Это вот реликтовые попородники. Да, все попородники реликтовые, к большому счету. И животные, и растительный мир, который испокон веков вышел, остался без изменений. Всякие эндемики, которые присущи только тем местам, где они разрастали с самого начала. Что даже потоп не помешал. Вот, дальше смотрим. Вот такой отличный зал. Прекрасный динозаврик. Черненький такой. Убийцы. Давайте покажу. Вот такой пацаный динозаврик. Но больше всего мне, конечно, нравятся вот эти вот дьяволята, щитомордники. Ну, представляю, как народ в своей жизни. Увидел такой череп, сказал, да, дьявол существует. Угу. Вот археология развивает, развеивает определенное заблуждение, да? Так. Он такой, смотрите, маленький совсем. Комнатный. Пустил его, потом убегает. Лягушек ловит. Все в дом. Это скелет завропода. Завропода. Из Америки перетащили его. Вот такой. Динозаврик. А там сгрустовался, видимо. На диете сидит. Кадаша выполняет. Это сибирский у нас такой динозаврик был, видите? Угу. Так. Что-то новенькое они тут поставили. Ну, вот видите, вот коносы какие были. Ну, так одну ножку оторвал, и хватит тебе на шашлычок. Большие были динозаврики. Это еще не самый большой экземпляр, видите, тут. Еще у нас ножка есть побольше. Большое. Продолжение следует. Спасибо. Ну да, перемываем кости. Вот такой черепочек смотришь, как инопланетяне. Смотрите. Это инопланетяне. Все говорим инопланетяне, инопланетяне, инопланетяне. Так как корабли уже бровзят пространство, и мы все являемся так же инопланетными существами. Космическими существами мы уже в космосе перемещаемся. Земля идет по своей орбите, по Солнечной системе. А что такое слово инопланетяне? Космонавты. Космические пришельцы. Такие были на яичнице. Раз. С тела динозаврика, и все. Это в наше время современное африканское страусо-яйцо. Это австралийский страус-эму. Меньше. А это динозавр. Мы с вами выяснили, кто был первый, да? Курица или яйцо? Он? Для себя вы определили, кто первый-то? Курочка, яйцо или динозавр? Такой прекрасный вид. Скоро, скоро клонирую всех. Сделаем. Вы знаете, в Монголии очень много находок всевозможных. В степях. В обе. И в степях. И в ужинах Казахстана. Очень много мы находили разных артефактов. Мозгов не хватало, где-то. чтобы ценить эти находки. Ну ничего, все в земле хранится хорошо. Мы видим, как кости сохраняются. Больше всего проходит целые миллионы лет. А костная ткань сохраняется миллионы лет. Как и человеческое существо имеет костную систему, как антенну, как генетический материал, который сохраняется, остается. Из земли ты вышел, из земли ты уйдешь, но тем не менее костная ткань, она вибрирует, передает еще информацию определенное время. Я чувствую разницу в ощущениях. Спасибо, Нинашка. Сула. Помните, что мы тепло, холод, ручка раз, 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 почувствовать ощущения. Когда еще такое, чтобы ты почувствовал динозаврик? Нет. И они имеют свой, каждой своей вибрацией. Ощущение нулевое сначала, а потом почувствовать. интересные ощущения тактильные. Тело же невозможно обмануть. Тело невозможно обмануть. почувствовать. И сразу видно, где искусство, где настоящие кости. Вот часть они там дорабатывали, реставрировали, делали слепки. Вот как. Часть из них, часть настоящей кости, а часть реставрированы. пластелином намазали, или чем там, гипсом. И закрасили. Это рукой сразу чувствуется. Вот. настоящая порода. Замечательно, здоровски. Продолжаем мыть кости. Сплетники все отваливаются. Неперспективные взаимодействия обнуляются. Есть люди очень прилипчивые, они не могут без нас. Вот. Они чувствуют, что другого у них не хватает, не тянут они принимать решение, действовать. Ничего. Любое взаимодействие с нами их облагораживает, одухотворяет, вдохновляет. Нет плохих людей. Нет возможности правильно выделить внимание человеку, распознать, прочувствовать его лучшие качества, характеристики. И когда ты это продиагностировал, определил, ты просто задаешь ритм, задаешь задание и пусть человек трудится. Задействовать его ресурсы, задействовать его умения, включить его в поток и пусть трудится. Люди разные, это замечательно. А то были бы все одинаковые. Что с ними делать? Ну что ж, дорогие, пойдем дальше. Пойдем дальше. В свое время, как только построили его, рассчитывали на этот, этот внутренний дворик, рассчитывали на то, чтобы семейные пары, молодые семьи, которые расписываются, приезжали сюда и фотографировались. Я в свое время видел пару активных таких парочек, которые приезжали здесь, делали фотосейшн. Тоже необычно. Ну что ж, идем дальше. С этим залом прощаемся. Квости перемыли. Прошлое прошло. Отпускаем. Ну давайте посмотрим эволюцию здесь. Вот такие вот обезьянки, человекообразные. Такие вот они были красивые. То есть ваши клетки были такие вот красивые. Потом красота стала улучшиться. Это уже человек умелый. Видите, такой проблеск у него уже. Уже его, начали его облучать. Ну такие уже. Пятикантропы. Апалиоантропы сначала. Такие. Апалиоантропы сначала. Не орет. Не орет. Не орет. Не орет, да? Еще обезьянки. Это полуобезьянки. Вот. Видите? А потом произошло что-то такое интересное. Раз и все. Оп. И человек. Вот такой череп был, да? Такой череп стал. А вот такой был. Есть разница. Ну ничего. Как говорит Господь. Хотел сделать как лучше, да? Оказалось, как всегда. Ну ничего, подкраситься будет лучше. Вот. И вот такие вот прям статуэточки уже начали исполнять. Омлетики всякие. Человек разумный современного типа. Ладно, дорогие. Всея тайна еще пока сокрыта. Когда нас клонировали. Когда-то клонировали нас. так, ну вот. Моменты. Остальная коллекция. Конечно, запасниках тут еще хватает всяких костей, но по возможности выставляет тот максимум, который необходим. всякие тигры, саблезубые кошечки. Как же без кошечек-то? Вот так. Так что они тренировались, кошечки у нас задолго на ней манипулировались. Садись, покой, рукав, лечь сюда. Чем? Иди сюда. Смотрите. Я представляю, все время, когда находили черепа мамонтов и говорили, ой, какой циклоп. Да, смотрите, какой у вас один вид. Вот такой циклоп. Циклоп. Да. Это все, что останется после тебя. Ну, что ж, различные гигантские медведи, саблезубые тигры. Конечно, посмотрите, вот обезьянки бегают по реке. Ага. Ходят. Ой, это не масло. Вот так, видите? Бегают предки. Северная олень. Лигантский. Он сравнил рост лилии этого оленя, видите? На контрасте. Ну, и концовочки. Мы подходим тут. Смотрим на мантенка Диму, который в 77-м году его нашли. Я помню, мне тогда было 6 лет, я с удивлением смотрел, рот открыл. по телевизору показывает, как его там из ледника выкапывают. Упаковывают, везут в Москву. На самом деле, я отвезли в Питер. А это слепок, это не настоящая. это пасмаска. Сделали специально такой слепок. А на самом деле, сам он находится в Питере. Отличные виды. Вот такой ракурс на внутренний дворик музея. Ну что ж, дорогие, наша прогулка по музею и промывание костей, освобождение информации нашей регулирования этой информации завершается. Сейчас мы замкнем круг. Вам понравилось наше путешествие? Да, очень понравилось. Спасибо, Римон Александрович. Ну, видно там хорошо, хоть нет в изображении. Очень хорошо видно. Ну, слава Богу, вот представьте, вот такими вы были, хотя и такими компактными стали. iPhone 1, iPhone 12. Улучшенная копия. Улучшенная, модернизированная. Ну, как-то человек там неинтересен, да? Интересный. Другие наши тайны. Петровны твои. Маскальные изображения. Такой прекрасный у нас зал. Костей. Можно было каждый экспонат внимательно рассмотреть, посмотреть. Но в этом нет необходимости, потому что вся жизнь впереди. И вы с удовольствием еще приедете в Москву. и мы с вами дорога-динорога. Мы завершаем нашу экскурсию. Вот таким культурные слои на входе. Это панно специально делали. художники, специалисты, почитайте о палеонтологическом музее. И когда вы приедете сюда, будете гулять с Андреем Александровичем. Будь блесать знаниями. Будете мыть кости. Давайте помашем друг другу. Намасте, дорогие. Отличного дня. Люблю, благодарю и следую защищаю. Намасте. Намасте. Люблю, благодарю. Намасте. Благодарю. Андрей Александрович. Благодарю. Благодарю.